привет ну вот наконец-то дошли руки до рынка джим барана но видос мне кажется такой интересный смотрите расскажу сейчас про то что вообще там можно купить пройдемся там по рядам посмотрим весь ассортимент и расскажу о самых главных продуктах которые здесь кушают все русские и вкратце как правильных выбор чтобы не были свеженькие прям начнем нашу экскурсию по рыбному рынку джим барана сейчас пройдемся покажу вам ассортимент вот так это снаружи выглядит все внутри все в лоточках масштаб здесь конечно обалденный ну вот такой вот кусочек тунца получился его 800 там он как-то прозовее смотрелся но вот его уже после того как раскрыли он такой беленький обалденный стейк сейчас солим соли мы будем кушать послезавтра ну как выбирать в принципе все видели там выбирать не надо приходишь просто смотришь что разделывать свежего тунца и срезаешь с него кусочек я хочу чтоб меня съели ну вот 10 долларов 10 долларов за кило восемьдесят тунца а брюшки бесплатно все готовим кушаем кость хочешь тунца у нас редкий деликатес здесь есть еще местный деликатес для меня по крайней мере никому особо не известный это желтая большеглазка вот такая рыбина они есть такие же но такие же но с маленькими глазами с маленькими вкусные эти самые тут сейчас беру это вот желтая большеглазка я ее называю у нее реально большие глаза прям вот больше половины головы смотреть так же чтобы была свеженькая жабры должны быть такие розовенькие они сильно темнеют когда рыба лежит долго ну и глаза конечно глаза у них довольно быстро мутнеют если прям с немутными глазами возьмете это будет супер так они довольно быстро у них мутнеют рыба такая она она абсолютно без костей мясистая такая как скумбрия очень вкусная одна из немногих я так скажу не резиновых рынок которые можно вот на здесь на бали на рынке джимбарана взять так что вот не чурайтесь маленьких рыбок прям берите я съедаю прям три штучки только в путь вот и на гриле вам там их прям на рынке зажарят очень вкусно вот а если где-то дома будете делать тоже обалденная рыба я считаю расслаждайтесь 18 тысяч полтора полтора доллара за 600 ну почти 700 грамм с большеглазок практически никто не ест тут тут едят в основном вот ред снеппера есть вот такая же желтая но у нее маленькие глазки это чуть чуть не то в России вот этих не пробовали мини кальмары это кто умеет готовить обалденные приветки всякие лангусты там на любой вкус лобстеры вон но мы их особо не едим вот китайцы китайцы обожают огромных лобстеров приветки не морские они здесь как говорят выращивают поэтому мы стараемся их пореже кушать ну ладно такие вот есть вот стерки еще крабы всех мастей тоже мы их особо не едим ракушки гребешки сейчас покажу вот акулы маленькие там у нее зубы ей наверно вынули или это какая-то зубы наверно вынули да или нет нет маленькие а есть маленькие ой 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 вот этот спец с пароходчиком здесь мидии всякие устрицы а гребешки только вот маленькие какие-то они бывают но редко похоже гребешков в этот раз вам не покажу так если вы хотите купить нашумевшего редснепера то вот это какой-то не такой мы его брали блин резиновый это не редснепер это очень похожая на него рыба видимо его краб но он не очень вот большеглазка а редснепер он вот тоже очень похожа на него рыба редснепер просто такая популярная и все под него здесь подделывают вот это тоже вроде как редснепер но это реально не он так ну вот то что вы купили можно покушать вот здесь а я уже не буду там показывать все в подробностях как как это все естся как готовится в таких видео полный интернет вот здесь это все печется и вот можно с видом на природу покушать но есть значительно более приличные чистые кафешки без такого потока туристов на которых можно значительно более прилично покушать если идти чуть чуть в глубь вот в ту сторону от моря и готовить там мы уже брезгуем если честно ели здесь одно время брезгуем сейчас поедем просто дома приготовим так как нам хочется и покушаем кокосы пища богов здесь на рынке джимбарана можно по десять всего лишь тысяч местных денег это чуть меньше доллара сейчас я думаю мы с удовольствием попьем ну и в заключение хочется сказать что мы вот раз в месяц употребляем рыбу и для меня это каждый раз испытание потому что после конечно не очень хорошо себя чувствуешь вот а в целом стремитесь к вегетарианству и уже буквально через две недели такого вегетарианского питания у вас появится обоняние чтобы чтобы из десятков таких вот обалденных дынь выбрать именно самую вкусную и ароматную и вместе с обонянием у вас появится чуйка чуйка которая позволит вам увидеть радость в глазах торговца фруктами и уныние и опустошенность в глазах торговцев рыбы на рыбном рынке и почувствуете разницу и подписывайтесь посматривайте пока